Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, добро пожаловать в новое видео. Итак, биткоин упал чуть ли не одной свечой вниз. Неужели Гэри Гэнслер обиделся за вчерашнее и решил сегодня продать биткоины, которые правительство США конфисковало у разных мошенников в свое время? Теперь мы находимся ниже этой линии сопротивления, которая в свое время служила как и сопротивлением, так и поддержкой. Это очень важная линия для того, чтобы продолжать расти. Это 30 с половиной тысяч долларов. И чтобы говорить о продолжении роста, мы должны вернуться выше этой линии. Американские рынки по большей части сегодня тоже красные. Они спугались новостей о том, что спрос на ипотеку падает на 10%. На самом деле именно этого добивалась ФРС США и Джарам Пауэлл. Им это на руку. Кроме этого, индекс доллара сегодня начал расти. Это всегда нехорошо для биткоина. Обычно этот индекс растет тогда, когда инвесторы сомневаются и боятся состояния экономик. И не только американской экономики, но и экономик по всему миру. Если индекс доллара растет, это значит, что люди сейчас, как ни странно, покупают доллар. Это может объяснить то, что сегодня произошло. Но самое логичное объяснение сейчас перед твоими глазами. Посмотри на эту огромную свечу здесь. Это практически 200 миллионов долларов лонгистов. Люди понабирали лонгов с плечами. И за последнюю неделю их количество было рекордным, как ты видишь на этом графике. И сегодня они были побриты. Фактически мы видим здесь лонгсквиз, который и повлиял на обвал биткоина сегодня. Хотя какой это обвал, если посмотреть на большой картинке, его почти не видно. Лонгсквиз вызвал каскадную цепь ликвидации кредитных позиций с большим плечом, что всегда является причиной резкого и достаточно масштабного падения цены. Вот почему я всегда говорю, что не нужно торговать с плечом. Это вредит и тебе, потому что ты рано или поздно потеряешь все. И особенно рынку, как раз таки из-за таких каскадных ликвидаций позиций. Ты можешь стать причиной такого каскадного падения. Итак, мы видим масштабную манипуляцию цены биткоина сейчас, которая подпитывается несколькими пугающими слухами, которые вышли удивительно вовремя. Первое. Генслер не смог спать после того, как все указали на то, что он коррумпированный политики мошенник. Поэтому он решил продать биткоины, конфискованные правительством США. Да, такая теория сейчас ходит по сообществу. И да, у правительства США вроде как намечается продажа 41,5 тысяч биткоинов. В марте этого года они уже продали 10 тысяч биткоинов, если ты помнишь. Посмотри вот на эту интересную диаграмму. Здесь мы видим оранжевую диаграмму. Это баланс биткоинов на счетах правительства США. И на самом деле они держат очень много биткоинов. Фактически правительство США сейчас является одним из самых крупных держателей биткоина. И мы видим, что в начале марта 2023 года они действительно продали около 10 тысяч биткоинов. Вот это изменение баланса вот здесь. Однако после этого никакого падения баланса биткоинов мы не видим. А значит и продаж биткоинов правительством США не было. Кстати, если тебе нужна ссылка на трекинг их балансов, я оставлю ее у себя в Телеграме. А Телеграм ты найдешь в описании под видео. Подписывайся обязательно, там много информации, которая не выходит на Ютубе. Одним из адресов, который контролируется правительством США, является вот этот, который заканчивается на 7WP. Если мы найдем его, то увидим, что баланс на нем не менялся с марта этого года. Второй кошелек, который правительство США контролирует сейчас на твоем экране, мы видим, что он тоже с марта этого года никак не менялся. То есть продаж никаких не было. Соответственно, правительство США не продавало биткоин. Все это просто манипуляция. На самом деле продажи были на бинансе. Кто-то продал 16 тысяч биткоинов. Доктор Профит Крипто пишет. Дамп был спровоцирован бинансом. 16 тысяч биткоинов были проданы за минуты. Но масштабируй картинку и увидишь, что этот дамп это здоровая коррекция. Единственное, что меня беспокоит, это то, что индекс доллара начал отскакивать от сильной поддержки. Следите за ним. Интересно, что этот дамп биткоина случился именно сегодня. 19 апреля. Ведь именно 19 апреля 2023 года выходит отчет о доходах Тесла. И многие его ждут. Почему? Потому что они хотят увидеть состояние баланса биткоинов у Теслы. Если Тесла продала эти биткоины, мы можем ожидать продолжения падения сегодня. Если же она их сохранила и даже наоборот прикупила еще, это будет хорошим сигналом для рынка. Кто-то уже связывает сегодняшнее падение с этим событием. Тоже вполне возможно. Следующая плохая новость, которая вышла удивительно вовремя, как раз перед самым дампом. Это взлом кошелька Metamask. Более 7 тысяч пользователей находятся в опасности из-за недавнего взлома популярного кошелька Metamask, пишет ZoraSwap. В Твиттере можно найти ряд историй от пользователей, которые якобы пострадали от этого. Однако Metamask отрицает утверждение о том, что пользователи кошельков Metamask потеряли 10 миллионов долларов конкретно из-за взлома кошелька. Их кошельки могли быть дискредитированы действиями самих пользователей. Так, например, официальный Metamask пишет, в недавних сообщениях ошибочно утверждалось, что массовая потеря денег на кошельках является результатом взлома Metamask. Это неправда. Дело в том, что данные показывают, что средства были украдены с разных адресов в 11 блокчейнах. А значит, это не взлом Metamask. Наша команда безопасности работает, чтобы выяснить все подробности. На самом деле, многие становятся жертвами своих собственных действий, привязывая кошелек к сомнительным сайтам или устанавливая странное ПО на свои устройства. Metamask утверждает, что потеря средств пользователями случилась, но случилась не из-за взлома кошелька. Это еще одно событие, которое использовал манипулятор для сегодняшнего лонг-сквиза. И как всегда, не забывайте, безопасно хранить фразу восстановления в автономном режиме и хранить большие суммы криптовалют в аппаратном кошельке. А теперь я хочу показать тебе, что делают крупные игроки на рынке в этот момент. Волатильность для биткоина, как ты видишь на этом графике, падает пятую неделю подряд. Сейчас она находится на 9-ти месячном минимуме. Это означает, что на самом деле мало кто реально продает биткоин сегодня, и страх находится не на том же уровне, как, например, полгода назад. Это снова приводит нас к мысли, что сегодняшнее падение было вызвано не массовой распродажей, а каскадной ликвидацией лонговых позиций. То есть это была манипулятивная ликвидация лонгистов и их кредитных плечей. Биткоин-киты, владеющие суммами от 100 до 1000 биткоинов, на этом падении купили 20 000 биткоинов. Посмотри на этот график. Здесь мы видим скачок в последнее время. Они накапливают прямо сейчас. То есть эти киты вполне вероятно могут запускать компании с новостями о том, что правительство продает биткоин, а метамаск взломан. Но за кулисами мы видим, они ликвидировали лонгистов, заработали на этом, так еще и купили 20 000 биткоинов подешевле. А тем временем ключевые анчейн-метрики, ежедневные адреса, адреса с ненулевым балансом, уникальные адреса, владеющие хотя бы одним биткоином, растут. Это говорит о том, что несмотря на движение цены, неважно вниз или вверх, принятие биткоина в качестве средства сбережения платежа все равно растет. Кроме этого, посмотри вот на этот график. Это количество общих транзакций в сети биткоина. Правда, аналитика талкивается именно от 50-дневной средней скользящей на нем. Аналитик говорит, что сейчас 50-дневная средняя скользящая достигла 320 000 транзакций. Что это значит? Вот как он это описывает. Почти каждый раз, когда биткоин превышал среднее количество транзакций в 320 000, цена демонстрировала большой путь вверх. Так было в первом квартале 2019-го. Биткоин вырос с 3700 долларов 4 марта до 5300 долларов США. После того, как транзакции преодолели 320 000. То же самое произошло еще два года спустя в 2021-м, когда цены подскочили с 34 000 до 57 000 долларов. Тоже после того, как транзакции преодолели 320 000. Конечно, есть исключения, в том числе в феврале и августе 2020-го, хотя даже тогда в обоих случаях 320 000 транзакций предшествовали сильному скачку цены биткоина. И сейчас, как ты видишь, мы снова на этой отметке. Поживем, посмотрим, как это оправдается на этот раз. Надеюсь, я объяснил тебе причину сегодняшнего падения биткоина. Если это так, поставь лайк и подпишись на канал. Здесь мы каждый день говорим о самых важных событиях мира криптовалюты. Ну, меня зовут Богатейший Ди. Увидимся в новых видео совсем скоро. Пока. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА